доброе утро друзья сегодня у нас дорожный день мы едем 5 часов на машине из за вы в куэсан вот по дороге заехали полина нашла море мы хотим заехать посмотреть как выглядит пляжи японии потому что мы находимся возле побережья и воспользоваться такой возможности обязательно надо неизвестно будет нас когда-нибудь еще такая возможность или нет но сравнить с нашими американскими пляжами это не океан это японское море да или закин японское море смотрите как красиво мы на море уже я не помню когда была последний раз да наверное последний раз мы были спали на восемнадцатом году в батуми на черном море этот а так мы не помню даже были на морях только на океане а вот еще одна загадка мы припарковались машин было куча просто очень много людей и все идут куда-то с кругами мы приходим на пляж смотрите хитико луку в первую фаску рыбку полина а где все куда они сидели идем бросать монетку чтобы вернуться и спросили здесь у местных полина и папа учить японский поэтому кое-как мы можем общаться с местными вот и спросили у местных почему не купаетесь где все они это мы здесь не купаемся в океане в море то есть у нас здесь рядом бассейн как мы в бассейне плаваем вот и еще одна такая интересная вещь самое популярное направление у японцев когда они едут ну мы вот едем на черное море отдыхать а у них самое популярное направление для отдыха это гуам и гавайи то есть совсем не дураки знать где надо отдыхать мы находимся в городе киосан у нас сегодня намечена очень интересная программа мы сюда приехали буквально на одни сутки мы поднимались по симпатии серпантину вверх и тащу чемодан еще с собой мы сюда приехали переночевать но не просто так это такое знаковое место это святые места для всех японцев здесь находится монастыри очень много всяких монастырей есть своя специфика в том что эти монастыри предоставляют ночлег и вот нас в этом трассы такой необычный эксперимент первый раз наш нашей жизни мы будем ночевать в монастыре здесь предоставляют обеды и ужина но проблема в том что мы чуть-чуть ужинулись прям конкретно ужинулись и заказали номер на одного человека то есть у нас будет два спальных места и один завтрак и ужин включен но я думаю что это не проблема самая главная атмосфера видите какие фонари здесь такие главное ну и общиться к этому на мой взгляд арестик мы сейчас съездим посмотрим день может перекусим посмотрим как то будет смотрите мы заходим здание монастыря здесь живут монахи соблюдение конечно но правило должно очень строгое никакой свободной одежды такой шорты или там кинуть вот к юбку нельзя поэтому в машине переоделась я ехала все шортах поэтому выгляжу примерно вот так видите вот у меня рубашку полина взяла майку и штаны вход в монастырь ну именно в отель к там где мы будем ночевать вход босиком поэтому обувь мы будем оставлять здесь вот видите а вот наверно тапочки нам приготовили от это это ящик для обуви там отходит монахи уже видите в общем немножко волнительный такой эксперимент надеюсь что все будет нормально обратите внимание какой красивый ход это все вырезано из дерева смотрите смотрите как красиво очень красиво сниму вам лобби быстренько смотрите как красиво смотрится все такие стулья резные в общем роскошно роскошно роскоши так красиво все мне так нравится ты японская эстетика обратите внимание как сайта пачки и ровненько ровненько вот смотрите милдеть я чувствую это будет самая запоминающаяся ночь в нашей жизни здесь такой запах знаете запах дерева вот запах хвои прямо к эта школа шоу или не какой-то из громко разговорить нельзя поэтому видео нора получится тихо и но мне главное хочется вам передать атмосферу ну что друзья у нас полное погружение монашескую жизнь сейчас нам еще по правилам видите надо деть халата нам выделили и мы идем на ужин уже у нас будет один на троих но завтра к нам сказали что сделать уже на трое уже три завтрака вот так у нас выглядит комната сейчас я вам отдельным видео сделаю рам тур здесь у нас пояса и еще один халат круче на разобраться нас целая схема есть как это все одевать что мы готовы и так мы пришли в ресторан это монашеский наш ужин на одного человека поделить на троих вот такой вот суфле сушенка какие-то салатики спокойно две горошинки и вот собственно говоря все ну наверное будет еще что-то сейчас посмотрим нам нам принесли вот такой салат точнее папе но папа конечно один его есть не будет мы попробуем тоже что-то выглядит очень красиво смотреть какая вся эта японская эстетика не прям умиляет как раз вот такой вот супчик смотрите нашим папе несли это тыква такая вытянутая с овощами если блюдо вегетарианские поэтому желаю нашим хлопам приятного аппетита прошу вас это тупо и сливка наверное что-то такое вегетарианское так завершающая часть нашего ужина сегодня это рис рис показывать не буду вот такое желе вот это у нас идет мисосук и здесь у нас что такое это десерт какие-то конфетки что ли что это прикол какие-то соленья давайте я вам расскажу что он дают на завтрак это первая часть завтрака здесь какие-то соленья вот здесь тоже это рис такой прессованный здесь нори здесь тофу и грибы все викторианское конечно никакое мясо никакой рыбы только овощи ну что друзья мы покидаем очередной номер в этот раз у нас была комната номер который мы сняли в буддийском храме комнату которая предоставили естественно что не бесплатно это такой у нас новый эксперимент я вам хочу сделать ром-тур я вам обещала вот так вот выглядит прихожая она маленькая в прихожей вы снимаете тапочки которые вам выдает при входе в храм я вам тоже показывала такой для двери действительно как все очень красиво сделано сейчас я открываю и заходим вот так вот выглядит коридор предбанчик с таким вот красивым панорамным видом почему из мало вечером потому что его не было видно и тогда пусть не смогли увидеть красоту здесь плавают золотые рыбки по классике в японии это считается прямо вот визитная карточка японии кои и золотые рыбки прямо они плавают утром просыпаешься очень красиво клен видите очень красиво так дальше если мы так развернемся здесь вот два стула вы можете отдохнуть здесь у нас уже цвет чемоданы вот здесь если мы разворачиваемся смотрите мы попадаем гостевую комнату так называемо здесь спала я кто смотрел мой инстаграмм я выставлял это видео у нас новый такой эксперимент вот то есть три спальных места но одно вот на полу вот сейчас попробую включить свет покажу вам здесь включается свет да даже монастырях для гостей для сам телевизор вот как не парадоксально здесь можно было попить чай и здесь шкаф вот такой ведь красивый шкаф здесь лежала наша форма одежда в котором мы ходили на обеды и на ужина все очень красиво декорировано приходили девочки мальчики которые монахи или кто там суп послушники сам все здесь стелили убирали очень все мило дружелюбно такая атмосфера прямо приятная вот здесь тоже видите такие шкафы вот мы даже не пробовали открыть не открыть открывать не открывается на открывать кстати вот здесь и еще и подушки и матрас лежат для тех кто не знал например мы не знали в этом но мы даже не за не заглядывали вот здесь такие американские японские стили низкие стулья принципе как и везде во всех домах там где мы снимали все вот в таком духе в принципе если вы поедете в японии на и захотите путешествовать вы можете выбрать себе европейские комнаты не обязательно в японском стиле до вас будет просто обычный стол и обычные стулья но мы захотели прям полностью погрузиться в атмосферу вот такой вот японскую поэтому нам так нравится дальше идем еще одна комната здесь две кровати две кровати шкаф зарядное устройство телефон если только надо связаться поэтому на ресепшен еще что-нибудь здесь поворачиваемся здесь зеркало кондиционер все есть это же маленький телевизор телевизор мы естественно не смотрели ну как это мы не любим телевизор вот здесь умывальник это очень даже странно сделано но тем не менее умывальник вот такой стульчик здесь предоставлено были зубные щетки и пасты и ну все как надо и расчесочки и всякие все гигиенические средства все что надо необходимо все было очень уютно красиво вот здесь не знаю открывает не открывать не открывается просто к вот красивая декорация с вами как раз еще еще раз посмотрю может снова замечу это туалет в туалете в японии принято здесь тапочки для туалета да здесь ну обычный японский туалет который я уже много раз вам рассказывала и раковина и самая фишка здесь это ванная комната тоже удивила душ здесь эти стульчики как я вам рассказал которая садишься и туши моешься и с этими вот тазиками ты себя поливаешь и такая вот ванная из камня очень понравилась хорошая и шампуньки все с таким вот панорамным видом в принципе на этом наверно все вот такой вот видео обзор у меня получился всем спасибо за просмотр и до новых видео пока пока